Здравствуйте! Это новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах в этом выпуске. Пистолет, автомат и наркотики. О том, кого задержали в Махачкале, смотрите в выпуске через несколько минут. За что будут судить бывшего архитектора Махачкалы? Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомедросула Гетинова. Более 7 тысяч экспонатов, собранных по крупицам, об уникальном музее в Хунзакском районе. Смотрите сюжет наших корреспондентов. Попытался оказать сопротивление, но не успел. В Махачкале оперативники МВД задержали гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъято два небольших свертка, содержащих наркотические вещества – героин и метилоэфедрон. Также в салоне машины злоумышленника нашли пистолет и автомат Калашникова. Личность преступника установлена. Им оказался 24-летний житель Махачкалы. Возбуждено уголовное дело, ведется в средстве. Обращаемся к жителям республики. Если вы стали жертвой преступных действий задержанного, либо владеете какой-либо дополнительной информацией, просьба обращаться по номеру телефона 99-42-23, либо 02. И в продолжении темы уголовных дел. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего архитектора Махачкалы Магомедрасула Гетинова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2014-2017 годах Гетинов незаконно выдал шести застройщикам городостроительную документацию на строительство многоквартирных домов на участках, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки. Уголовное дело передано в Советский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Власть должна слышать народ, а люди должны иметь возможность обращаться напрямую к чиновникам. С таких слов начал встречу с представителями русскоязычного населения Дагестана новый министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов. Мероприятие проходило в формате диалога в Республиканском центре русского языка и культуры. В рамках встречи Муслимов выслушал все проблемы и просьбы и обещал помочь в их решении. Также министр напомнил о том, что ведомством все еще проводится работа по возвращению представителей русскоязычного населения в Дагестан для их дальнейшей адаптации в Республике. Как отметил чиновник, подобные встречи Миннац намерен проводить и в дальнейшем. Проблемы касаются и находятся в плоскости министерства по национальной политике и делам религии. Мы это решим. Если эти проблемы находятся в плоскости других министерств, правительства Республики Дагестан, мы отправим запросы для решения этих вопросов в эти министерства. Это прямая связь, это очень большая необходимость, потому что, чтобы власть слышала людей и люди понимали о том, что их слушают. Как реализовать потенциал уроков родного языка и литературы в условиях перехода на новые образовательные стандарты, показали в средней школе номер 2 поселка Ленинкент. Учащиеся исполнили музыкальные номера на национальных языках, а также показали свое мастерство в хореографических постановках. Несмотря на предпринимаемые педагогами усилия, все еще есть проблемные вопросы в преподавании родного языка. Это обусловлено рядом причин. Незнанием языка родителями и отсутствием языковой практики общения на родном языке вне школы. Вы знаете, обидно. Нет у нас практики общения, языковой практики в городе. Но, увы, мы делаем все для того, чтобы не только сохранить, развивать, укреплять, передавать. Наши родные языки. Историко-краеведческий музей Хунзахского района давно стал гордостью местных жителей и визитной карточкой республики. Здесь представлено около 7 тысяч экспонатов. Уникальная экспозиция собиралась по крупицам с 1965 года. О столетней истории, размещенной в 14 залах музея, расскажет Луиза Раджабова. Это стало смыслом ее жизни. Вот уже 15 лет Рукеяд является хранительницей музея. Причем следит не только за сохранностью экспонатов, но и выступает в роли гида. Она здесь знает все. Этот особняк, дом принадлежал подполковнику царской армии Аликали Чупалову. Это его здание, его потомки. Они пожелали, чтобы здесь находился музей и чтобы дом не пустовал. С одной стороны хранит историю, с другой представляет все самое важное и интересное. Изначально Рукеяд следила за шестью залами. Постепенно Хунзахский музей расширялся. Теперь комнат 14. Более 7 тысяч экспонатов. В основном все это – дары населения. Вот такой вот уникальный амбарный шкаф. На Аварском Цагор мог помещать в себя две тонны зерна. В нем множество всяких отделений, где можно было хранить еще и мясо и другие продукты. Кстати, построен без единого гвоздя. А само здание, он тоже 1867 года, как я сказал. Потому что в то время, когда музей сюда приводили, музей был только частично реставрирован. Только половина. После этого мы своими силами представили половину музея. Но сейчас в данный момент требуется капитальный ремонт, потому что уже крыша протекает, штукатурка сипается, пол уже не ловит. Так что музей в данный момент сейчас нуждается в капитальном ремонте. Люди, которые приезжают посетить музей, они буквально через 15-20 минут выбегают на улицу, потому что здесь холодно. Оружие, посуда, одежда, украшения. Бытгорцы в музее сумели сохранить и воссоздать до мелочей. В 2013 году музейная коллекция пополнилась новыми экспонатами 10 века. Вазы огромного размера обнаружили во время раскопок на территории строящейся Гацатлинской ГЭС. Здесь у нас находится запасник. Здесь экспонаты, которые похожи друг на друга, мы больше двух-трех не выставили. Из-за этого ждут своего часа, когда полностью реставрированы ту комнату, еще одну комнату хотим открывать, и их тоже будем выставлять. Предметы истории и быта горцев в холодных залах. Музей нуждается в отоплении, которое приспособит выставочные залы к требуемым условиям и огородит экспонаты от сырости. Холод в помещении осложняет посещение музея. Однако туристы со всего мира оставляют восторженные отзывы. Несмотря на все сложности, музей живет благодаря его работникам. А в Дзербинском музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Великий шелковый путь». Все экспонаты из Татарстана. Живописные работы, графические композиции и произведения декоративно-прикладного искусства представлены Елабужским музеем. Специально для этого в самый древний город России приехала представительная делегация гостей. Во-первых, нам очень приятно, что мы приехали из далекой, может, с одной стороны, города Елабуга. Но Елабуга – это как младшая сестра, потому что нам тысяча лет. А Дзербинт – это как старший брат. Вам больше уже двух тысяч, почти пять тысяч лет. Сегодняшнее мероприятие, пусть это будет первым жемчугом, красивым ожерельем. А ожерелье, какое будет, зависит от нас. Пусть между нашими городами не только сферы культуры, но и сферы экономики. Мэр Дзербента Хизри Абакаров поблагодарил за организацию выставки и отметил, что взаимодействие нужно продолжать. На картинах отражен калейдоскоп сюжетов. Здесь показаны древние города, шумные базары, путешественники и караваны верблюдов. Отметим, что на выставке «Великий шелковый путь» экспонируется произведение 46 художников из 9 стран и 10 регионов России. Это была последняя информация на сегодня. Удачных вам выходных, всех благ и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова